Привет! Представься, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты приехала на ретрит Светланы Лавровой? Меня зовут Людмила, я приехала из Алтайского края, маленький поселок Хабары. Как дорога сюда прошла? Долго добиралась? Нормально, все хорошо. Два самолета, три автобуса? Да, примерно сутки в дороги. А что послужило ключом к принятию решения, чтобы приехать? Почему решилась приехать именно к Светлане Лавровой, именно на ее ретрит? Ну, я Светлану знаю не так давно, мы с ней знакомы буквально пару месяцев, ну, может, плюс-минус, чуть-чуть точно, а то не помню. Но ты знаешь, когда я впервые ее увидела, у меня вот это ее взяла какая-то искренность и честность. Вот, то есть, понимаешь, вот она прям, ну прости меня за мой русский, правду матку, раз и рубанула. Если это так, то это так. И, ну, так как опыт большой уже, там, всяких просмотров, подкастов, там, и тренингов, и сейчас, в последнее время, так как в виде маркетинг, меня это немного напрягает, что цель продать, а что за этим стоит, уже никого не волнует. И у меня перед этим был очень большой тоже курс, и потом было разочарование в преподавателе прям, ну, именно когда я узнала. То есть, я шла на правду, вот я почему-то правдолюбец, и мне нужна вот эта... Ложь я очень чувствую. Вот, и так я оказалась у Светланы. То есть, тебе привлекла ее искренность? Да, искренность, да, правда. И вот ты приехала, увидела ее здесь в зале, и эти ожидания, они как совпали с реальностью? Да, ожидания у меня совпали. То есть, она не... Ну как, она естественная. Она такая, какая она есть. И это правда, это сильно. Ну, вот, по крайней мере, мне это очень отзывается, очень. То есть, как бы не было там, да, как фильтров, когда смотришь на картинку, иногда это один человек, а визуально это другой. Здесь ни каких-то спецэффектов я не увидела, ни, скажем так, вот знаешь, ни вычурности никакой. Ну, здесь есть нормальный, добрый, открытый человек, но по-своему очень, наверное, где-то требовательный. Я бы так сказала. Может быть, я это вижу так. Не знаю. Ну, она может вовремя остановить, может вовремя подсказать. Иногда это не в мягкой форме, но это все доступно и приемлемо. У тебя какой-то уже есть бэкграунд, да, вот в ретритах, в саморазвитии. То есть, что-то уже предшествовало сегодняшнему ретриту. Это не первое, да, мероприятие, в котором ты участвуешь? Расскажи, пожалуйста. Ретрит, если на самом деле первый. Так. Да, у меня была потому, что информация там из других источников, что это не совсем нужно их посещать. И одно время я прямо это просто вот закрыла на этом табу. Да. И когда, ну, все же меняется, да, информация, которая к нам приходит, и мы меняемся, соответственно, растем. И когда я, ну, для себя поняла, что, ну, это позиция того человека, который вот транспортировал. Ну, все. И тут как-то все начало складываться. Ну, и это предшествовало тому, что как бы было перед этим еще там небольшое мое такое состояние не очень хорошее. И вот как бы толчок того, что нужно дальше двигаться куда-то, потому что информации очень много. Я так нахожусь в сельской местности, у меня не всегда есть возможность куда-то выехать. Ну, а тут почему-то я не знаю, как получилось, но я решила, хотя не очень, мы же вот с тобой в переписке, да, я как бы так была неуверена, что я приеду до последнего. И все равно в последний момент я решила и приехала. А по поводу того, что до этого, что, ну, багаж знаний у меня в основном собран, это, в основном это онлайн. Ну, вот когда была возможность жить в Питере, в Санкт-Петербурге с сыном, конечно же, я ходила на личные встречи, на личные какие-то тренинги, на тот момент тренинги. Ну и потом там курсы, соответственно. То есть это вот весь мой, скажем так, такой багаж. Как твое внимание пришло к автоному, к человеку, который практикует жизнь без еды и воды? У тебя в жизни какой-то есть опыт, интерес в этом направлении? Тоже поделись, пожалуйста. Очень тоже интересно. Это точно так же, это последствия вот курса, который у меня закончился в июле месяце. И, значит, там у нас после курса образовалась своя группа такая. Образовалась группа, и вот в этой группе девочка-нутрициолог, она нам, как сказать, посоветовала, давайте вот попробуем там чистку соответствующую, она назвала. Ну, то есть это было там, сначала на овощах заходишь два дня, а потом один день. Мы, правда, с водой были, и два дня выходишь на такой же схеме. Вот, мне она далась не просто, честно скажу, вот как-то вообще очень хотелось есть. Скорее всего, я, как сейчас понимаю, просто не перестроился мозг. Ну, ладно, как всегда забегаю вперед. Вот, и благодаря вот этому, значит, действию, которое я произвела, я это все выдержала, все как положено, все. У меня, во-первых, в связи вот с гормональными моими изменениями, у меня вес, ну, прям вот такая, я стала немножко... Немножко большая. Это сейчас ты имеешь в виду большая? Нет, когда я была до этого, сейчас меня все устраивает. Сейчас просто ты в идеальной форме, я такая, думаю, неужели ты что-то имеешь против вот этой формы? Я, это, как бы, как сказать, и я, вот именно, что говорю, у меня за последний год, у меня сильно скаканул вес, ну, вот в связи со здоровьем. И меня это вообще, ну, я практически всю жизнь, там, не считая родов, в роды только там, ну, это все женщины, да, плюс 20 килограмм, ну, не все, но у меня было так. И, ну, это как-то было уже помоложе, и у меня вес, он сам по себе стабилизировался, уходил. А тут я понимаю, что гормональное, он у меня никуда не девается, и я понимаю, что с этим нужно что-то делать. Ну, и вот начала искать выход, ну, у нас вселенная же сразу запрос услышала, пожалуйста, тебе, да, и то, и это. И вот, когда вот на этом курсе девочки, как-то, ну, селок, мы провели вот этот, это мероприятие, скажем так, по чистке. И потом у меня в голове, значит, ну, как так, почему я себя насилую? Ну, почему я делаю это через силу? Я понимаю, вроде бы, что это нужно, но я это не с желанием делаю, потому что вот до этого я практикала, я прям могу утром вот просто встать, и я не хочу ни есть, ни пить. И это, например, 36 часов, и это все очень спокойно у меня проходило, я вообще вот настроена. То есть вот как-то раз в голове что-то перещёлкнула. А тут я прям насилую себя. И я потом, когда это поняла, я начала искать. Как не насиловать себя, да? Да, что я понимаю, что это можно делать, но как, я не знала. И если честно, вот я прям говорю, я считала, что я уже такую гуру, и когда я нахожу, и мне первое, кто попалась, а, нет, там девочка это нам рекомендовала, лапшин, по-моему, если я не ошибаюсь, есть такой, ну, неважно. А я, ну как, рекомендации хорошо, но я такая каплюшка. Стала искать сама. Я сама, да. И я нахожу почему-то Светлану. Вот прям сразу она мне вышла. И когда я её начала слушать, первое интервью, по-моему, вот она с девушкой там стоит, на фоне реки где-то или в горном Алтале где-то, я не же не знала. Я не знала этого слова. Ну, представляешь, это для меня, это вообще багаж знаний, это для меня вообще всё. А, есть, чем подпитаться. И пошло, и пошло. Я сразу же подписалась на все её каналы. Я не сразу вступила в клуб, наверное, знаешь, ну, мне там, ну, смесить, наверное, я, может быть, туда-сюда. Вот, потом, когда я вступила в клуб, там ещё я уже Андрею вашу. Почему убрали эфиры? И дайте мне эфиры, которые были два года. Я уже себе список-то накидала. Говорю, где они мне, они нужны? Ну, в принципе, как бы, ну, вот так я пришла к Светлане. Когда Светлана рассказывает про ретрит, она говорит о том, что это про то, как прийти к себе. Это не про еду или не еду. Очень много вопросов, когда люди едут, спрашивают, а будем ли мы практиковать сухие дни. Вот ты сегодня можешь уже сказать про свой опыт. Вот про что ретрит вообще? Как это связано с едой? Стоит ли сюда ехать, чтобы не есть? Или стоит сюда ехать вообще для каких-то других вопросов и задач? Вот поделись, раскрою эту тему, пожалуйста, для тех, кто здесь не был. Да, ну, здесь смотрите, ребят, как. Вот, во-первых, там про то, что есть или не есть, от Светланы я этого не услышала. То есть мы, и нас вот было сколько там, 15 человек, да, там, ну, неважно. И, значит, мы когда сидим этим кругом, не договариваясь, нет никакой рекламы, ничего. Ну, единственное, это может быть там навеивает что-то, что вот у нас, мы были здесь в отеле ретрит-центр на Рояна, да, что, то есть как бы мозг, он же нас, он же сразу начинает, ага, вегетарианцы там, веганы и так далее. То есть всех начинают перечислять про наедение. То есть, ну, это вот я, может быть, за себя сейчас говорю. Это немножко как бы накладывает какую-то, наверное, может быть, дисциплину даже чуть-чуть. Вот, потому что здесь не мясо. То, что мы в вегетарианском центре, ты имеешь в виду. Да, да, вот это. Вот для меня лично это вот так было. Но потом, опять же, мы сидя вот здесь в кругу, мы же никто не договариваясь, и практически все зашли на сухие дни. То есть у кого-то, ну, опыт, конечно же, у всех разный. И как бы запросы тоже разные. Кто-то с водичкой, не на совсем на сухие. Кто-то там продержался сутки, двое, трое. Ну, то есть у всех еще и... промежутки разные. Но то, что... Вот я даже лично за себя. Я когда приехала, во-первых, здесь так вкусно кормят. Я пошла в это веганское кафе, но оно такое вкусно, так вообще, этот обаятельный повар такой. И тем не менее, я, значит, там прилетела первый, ну, там, господи, вечерок, и следующий день. А потом на третий день, ой, на второй день, и я уже такая, стоп, все, я тоже хочу попробовать. И я тоже зашла на сухие дни. То есть хотя бы... Конечно, я продержалась там недолго, там, этих... два с половиной дня, но тем не менее, у меня появился этот опыт. И уже что-то я для себя поняла. Как мне там? Может быть, с водичкой легче, может быть, с воды. То есть я уже хотя бы попробовала, и вот эту, скажем так, стартовую линию, я ее уже перешагнула. Что будет дальше? Вот сейчас, после ретрита, я, ну, думаю, вот уже осталась возрастом такая, мне надо подумать, все сделать, вот расставить все пазлы у себя в голове по местам. И это как бы, как Светлана говорит, что, ну, каждый должен найти свое, понимаете? И вот здесь точно так же. Вот, ребята, если кто-то хочет найти свое, надо его искать. Вот я для себя поняла, да, что, может быть, я вот, ну, совсем еще к автономии я не готова, но путь, путь ясен, куда двигаться. По крайней мере, какие-то дни буду практиковать сухие. Светлана также много говорит о том, что распаковки начинаются после того, как мы возвращаемся с ретрита. И процессы, которые мы здесь, как зернышки какие-то собрали, вот они будут раскрываться. Вот расскажи про эти зернышки. Какие зернышки ты здесь саккумулировала, осознала, открыла для себя, что заберешь с собой домой? Ну, в очередной раз убедилась, что как работает поле. Мы собрались здесь вообще все не просто так. И я, если честно, ну, от Светланы это, конечно же, понятно, что очень много... У нее такое мнение очень, ну, эксклюзивное, я бы сказала, оно ее мнение, да? И как она его транслирует, иногда это и может посеять какое-то зерно. То есть какая-то фраза ее из контекста, она потом развернется дальше. И сейчас, если честно, я... Ну, их очень много, вот этих зерен. И мне бы надо еще... Потому что здесь же, как сказать, получается, ты вот прям наполняешься, наполняешься, наполняешься. А хочется какой-то тишины, чтобы это все улеглось. Ну, и очень много мне дали вот ребята. Участники другие. Участники, да. Очень интересная группа. Да, потому что я изначально, если честно, вот прям первый день... Нет, второй день, наверное, да, у меня такое прям раздражение было. Ну, что это такое? Мы вот там слушаем по полтора часа и вообще это... И потом, как бы, когда я вхожу в эту ситуацию и начинаю ее разбирать, и я понимаю, где это мое все. То есть и мы все не просто так. И когда ты начинаешь это все вот потом раскладывать у себя в голове, ты понимаешь, для чего мы собрались. У меня вот, например, вопрос по деньгам вчера был. Вообще отлично. Сколько? Татьяна сколько добавила? Светлана дала? Наталья? То есть мы вот прям как по зернышку, по зернышку мы прям собирали целую корзиночку. Точно так же даже вот вариант с Аней. Я даже, когда вот ее разобрали, да, этот разбор, что ты пережил? Вот я, например, сразу, когда ушла, думаю, почему так? Для чего я сказала? Имела ли я право? И потом я понимаю, что я озвучиваю свою ситуацию. То есть она мне просто вот то, что я хотела сказать про нее, я говорю про себя. И все это, вот этот закон дуальности, это все прям вообще. У меня вот раз, раз, раз в голове это все, машина такая. Опять же, поток информации, он не дает этому всему еще пока улечься. Вот для этого, наверное, нужно время, чтобы это потом вот эти все зерна. Прораслились, прорасли. Из тех практик, которые здесь делали на ретрите, что показалось наиболее интересным или, может быть, больше отклик в тебе вызвало? Ну, честно, если я почему-то, хотя вот на других практиках, где я была, я уже озвучила это Светлане, что я очень люблю вот этот бубен, но я почему-то вот под него в этот раз, ну вот просто не расслаблялась. Я не знаю, это индивидуально видно мое. Хотя я, у меня, наверное, были ожидания, потому что я знала, что она с ним будет, потому что я же всегда, ааа, а бубен будет. И вот эти мои ожидания, они немножко вот это все притупили. Но в остальном, как бы, ты знаешь, мне кажется, наверное, догонит. Я, если честно, очень хотела бы, даже больше жду регресса. На поляне. Да, на поляне. И, наверное, вот даже в личных, вот в таких коротких каких-то диалогах со Светланой, вот для меня это даже. Тебе больше всего ее общение, ее внимание к твоим вопросам, ее поле, да? Да, потому что просто иногда два слова, и ты уже раз, все, потом начинаешь раскручивать. И поэтому я очень внимательно ее сидела, слушала, как бы, и я вообще люблю вот живые встречи, потому что я люблю присутствовать. Это абсолютно другая энергетика. И меня всегда вот эти все онлайн, честно скажу, марафоны, все, но это вообще не про меня. Я понимаю, что у меня процент от них, ну, он гораздо ниже. Если здесь я могу все там 99 взять, то там, я не знаю, ну, 75 почему-то идет, ну, даже вот так. Ну, это вот сугубо мое. Кому-то очень хорошо заходит онлайн. Вот, а я все-таки личные встречи. И думаю, что дальше еще у меня почему-то... Хотелось даже, если честно, я думала, что мы с тобой запишем на Красной поляне, потому что... А мы запишем. Да? Потому что это прям вообще наружен. Должно быть это, потому что, как бы, я думаю, ну, здесь еще вот, ну, что я буду говорить. Мы запишем на Красной поляне, потому что там будут совершенно другие процессы, а не просто вообще другие. И ты это поймешь. Вот даже будет интересно, ребят, вот тоже вы увидите, будет отзыв Людмилы после 4 дней. Мы сегодня перемещаемся на Красную поляну и запишем обязательно отзыв о том, что происходило там. Почему решила поехать на поляну после ретрита еще вот эти плюс 4 дня? Честно, значит, во-первых, я впервые получилась так, что мы, если даже путешествуем везде, мы путешествуем с семьей. Здесь мне вдруг предоставилась такая возможность, что я приехала одна. Я от этого кайфую, это раз. Во-вторых, как бы, я сначала сомневалась, а потом, как бы, ну, там советчики всегда находятся в этом случае, говорят, что ты теряешь? Едешь сразу на все. И я, как бы, так подумала, думаю, блин, правда, а когда я? У нас перелет, он там стоит определенный. Конечно. Дальше там, например, на Красной поляне я тоже не была. То есть это тоже. И, если честно, у меня почему-то вот именно баня на Красной поляне. Вот у меня прям раз и щелчок. И я почему-то, ну, не знаю, пойдем мы или нет, дольмены. Вот почему-то я бы прям очень хотела, вот тоже, это вот все вот эти вот, которые критерии, я для себя где-то в голове, у меня на подсоциальном уровне они стоят. Вот. Ну и потом, что будет мало людей, честно. Я прям очень хотела, чтобы было мало людей, потому что я считаю, что эффект больше, лучше. Ну, камерность, конечно, она дает другое, ну, более такое плотное поле, больше внимания, конечно, каждому человеку, возможность как-то взаимодействовать в этом камерном пространстве. Ну и, во-первых, во-вторых, вернее, что после ретрита ты уже все равно более, да, вот все равно даже мы уже здесь такие раскрепоченные, мы уже как бы такая маленькая. Расслабились. Да, мы уже такая ячейка. То есть я думаю, что там будет вообще все должно быть по-другому. Может быть, более так, мы плавно все это перетекет, мы уже как одной большой будем дружной. Ну, не знаю, семьей, наверное, еще нет, но хорошие такие близкие, скажем так, родные люди какие-то. И вот это я уже потом тоже, когда это все продумала, думаю, основная масса, наверное, поедет туда все. И вот, ну, вот это мои критерии. Ну, и, конечно же, как сказать, ну, поле Светланы, что будет там, что в горы пойдем. Горы это мои вообще прям стихи, а я их обожаю. Поэтому все сложилось. Я предлагаю тебе сейчас саккумулировать вот то состояние, энергию, инсайты, вот все, что важно в сегодняшнем дне. И отправить это послание самой себе, той, которая посмотрит случайно, скорее всего, это видео, там, через, не знаю, полгода, год, через месяц. Вот что бы ты сама себе хотела из сегодняшнего дня отправить, напутствовать. Ага, дорогая моя Людмила, бери все, что ты здесь получила. Самое главное, трансформируй это все то в положительное, все в то доброе, открытое, что ты бы хотела для себя получить. Значит, ты пришла сюда с определенным запросом, да, который, даже не озвучивая, Светлана тебе его сразу, прям вот сразу вскрыла. И последствия тех, скажем так, высказанных фраз и действий, они будут еще проявляться с каждым днем. Пожалуйста, только не сойди с пути, двигайся в этом направлении, расти, люби, цвети, радуйся, наполняйся, наслаждайся. Обязательно твори и делись с этим людям, с людьми. Добрый путь. А как ты считаешь, для кого это ретрит? Хочешь пожелать что-то людям, которые думают ехать, не ехать? Возможно, это место не для всех. А может быть, вот есть какая-то картинка, что портрет человека, которому точно это подойдет. Что бы ты могла сказать? Вот тем, кто следит за Светланой и думает, приехать ли ему или не стоит. Ну, если они уже следят за Светланой, то я думаю, что однозначно стоит, потому что они как бы в теме. Но хочу просто, имея такой небольшой какой-то опыт, такой для чего-то он мне тоже дан, что чтобы сильно не было вот этих ожиданий, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочароваться. Вот. Просто идите по наитию. Если вам откликаются все ее слова, все ее действия, значит, стоит здесь быть. Прямо однозначно стоит. И, может быть, вот, говорю, мой опыт, да, что, говорю, мои ожидания были, ну как, ну, должны же быть какие-то практики, там, тыры-пыры, а у нас тут вроде поболтушки. И, честно, скажу меня, вот, говорю, на третий день так, раз, поболтушки, они имеют тоже большую ценность. Это и есть проработка тебя. Ты видишь за счет других, кто ты, что ты, к чему ты идешь, как ты идешь. И даже мне очень понравилось вот в данном ретрите, что у нас такая разная градация. У нас есть люди, которые еще только вот здесь находятся, в яслях, и есть люди, которые уже, ну, довольно-таки высоко. И спасибо им огромное, что эти люди, которые свысока, вот они настолько как бы как котят нас берут на ручки и подсказывают, да. Вот девчонки, которые уже не один ретрит со Светланой, есть свои какой-то, багаж каких-то знаний, и они с удовольствием прям делятся. И у них нет вот этой короны на голове, что я вот она. Корона-то всех, кто у нас из яслей-то мы, понимаешь? Мы же такие, пришли за знаниями, а нам ничего не дают. А когда я потом, вот, например, с Татьяной, я познакомилась, я такая думаю, блин, человеку столько хорошо. И она вообще так все спокойно, динамично, она с нами, супельки нам подтирает и дальше, и она довольна. И вот для меня вот это просто вау. Нашла, да, не то чтобы на кого равняться, но вдохновляющие примеры выбрала, да, из группы? Да, 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 да. У меня прям вот сразу откликнулось, как бы, даже вот мы пообщавшись с ней, ну, поле оно же и работает, она нас всех соединяет, для чего. Вот, как бы, ну, вот Татьяна, да, очень интересная для меня человечка. А давай про ожидания, вот про вот эти ожидания, которые могут испортить, а могут и не испортить процесс. Мне вот все-таки хочется для людей, которые здесь не были, как-то послание такое сформировать, которое бы помогло им максимально здесь получить, без каких-то препятствий, да, вот со стороны, там, ума, каких-то ожиданий как раз. Вот что бы ты могла сказать тем, кто собирается сюда приехать, опять же, через призму своего опыта, что ты здесь прожила через свои ожидания, что ты увидела, как эти ожидания в других людях работают? Ну, в первую очередь, быть готовым не к тому, что нет волшебной таблетки, ее не будет, не ждите. Я, когда тоже предшествующие опыты смотрела, честно, не могла понять, что почему они такие обтекаемые. Вот для меня они казались обтекаемыми. Кто? Отзывы. Не опыты, отзывы других людей. А, ты слушала и не понимала, да? Я слушала, да, и я не могла понять, что они, но тем не менее, то есть я же ждала, что они там скажут, ой, а я приехала и машину купила там или еще что-то. Ну, то есть вот так, да, там Илья там стала сразу там звездой. А тут получается, ну, тем не менее, я любопытный человек, у меня все равно такое, нет, а со мной будет вот так. И когда я сюда приехала, ну, и вообще хочу всем сказать, что стоит, во-первых, все равно ехать, потому что вот это внутреннее твое чувство, которое здесь в тебе раскроется, оно будет еще раскрываться еще долго, не один день, и может быть и не месяц, и может быть даже не год, его стоит прожить и стоит, наверное, прочувствовать. Понимаете, вот побыть, я еще раз говорю, вот поле работает просто вау. Побыть в поле Светланы в первую очередь, побыть в поле единомышленников, посмотреть красивую природу, вообще побыть в этой благозвучной такой тишине, послушать Айрис, которая была у нас, то есть спасибо огромное за это открытие тоже Светлане, за этот прекрасный, чудесный голос. Но то, что вот, как бы, кто сюда с чем приедет, он, я думаю, что однозначно будет наполнен. И чтобы вот наполнен, но раскрываться будет по-своему, понимаете, он все равно, он получит эту дозу, дозу, скажем так, вот этого опиума прекрасного, да, но как он будет на него действовать, это же все равно покажет жизнь. И я хочу, чтобы, ну, больше ребят пробовали его, вкусили его, потому что, ну, и распаковки, у нас жизнь у всех своя, у нас цели у всех свои, у нас грани, которые нам нужно отточить, как Света говорит, у нас тоже они все свои. И вот для меня было еще очень большим открытием, когда Света сказала, что мы же должны, наша душа, пройти несколько этих этапов, и чтобы там отточить эти все грани. И когда вот для меня здесь целое открытие, что я могу просто чувствами прожить эту грань за какого-то человека, да, и я могу вот настолько собраться в одно, в единое целое, вот, не проживая их из жизни в жизнь, а именно вот, ну, с помощью вот этих всех практик, которые дает Светлана, с помощью бесед, просто обычной беседы, ты начинаешь понимать и принимать и проживать то, что вокруг тебя. Так что, ребят, в добрый путь едем. А мы едем сегодня на Красный Полян, и мы запишем вам оттуда новые отзывы. Благодарю тебя за объемные, глубокие ответы, и жду наши беседы, конечно же, на Красный Полян. Да, я тоже тебя взаимно благодарю. Галочка. Спасибо. Пока-пока.